В минувшие выходные состоялась встреча организаторов масштабного мероприятия по реконструкции исторических событий. Оно пройдет в конце июня и будет посвящено теме Первой мировой войны, ведь в августе исполняется 100 лет со дня ее начала. Руководитель военно-исторического клуба «Штандарт» рассказал нам о том, что в этом году ждет гостей фестиваля. В этом году, впрочем, как и в те предыдущие два года, будет на территории проведения реконструкции, то есть на этом поле будет развернут еще исторический городок будет работать. Он будет включать в себя различную историческую торговлю, то есть это и сувениры, и какие-то продовольственные товары, стилизированные под то время. Также будет работать здесь почтово-телеграфная контора, где зрители, гости нашего фестиваля смогут воспользоваться услугами почтовой связи, точно так же стилизированной именно под то время. Также здесь будет работать фото-ателье, где люди смогут сделать хорошее цена-качественное, историческое фото на качестве на паспорту, также будет работать трактир, где люди смогут попробовать блюда исторической русской кухни начала 20 века. Реконструкторы пригласили для участия в военно-историческом фестивале духовой оркестр Курганского пограничного института, который будет исполнять вальсы и марши времен Первой мировой войны. Необходимо отметить, что перед каждым мероприятием такого рода проводится довольно большая подготовительная работа. Помимо всего прочего, внимание уделяется полю, на котором затем разворачивается красочное действие. Проходит тщательная уборка мусора, причем и до и после реконструкции. С каждым годом расширяется география участников, возрастает и их количество. На этот раз в мероприятии поучаствует более ста человек. Ожидается, что впервые к нам приедут любители истории из Новосибирска и Тольятти. Представители Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный щит» уже хорошо знакомы шадринцам. Без их непосредственного участия не обходятся события такого рода. Будет реконструироваться эпизод Галицийской битвы осени 1914 года. Естественно, что предусмотрены и воюющие стороны. С одной стороны, части русской армии, российской императорской армии, как она тогда официально называлась, а с другой стороны, наши противники. Эпизод из Галицийской битвы взят такой, что там со стороны противников русской армии одновременно участвовали и солдаты и офицеры австро-венгерской армии, которых в то время солдатской среде попросту называли австрийцы или австрияки, несколько пренебрежительно. Мы реконструируем вот уже много лет 195-й пехотный аравайский полк российской императорской армии. К реконструкции этого полка подсоединились и наши коллеги из Новоуральска, военно-исторический клуб «Искатель», и наши коллеги из Шадринска, военно-исторический клуб «Штандарт». Поэтому у нас такой достаточно большой коллектив получается, и мы можем выставить на поле реконструкции такое очень по реконструкторским меркам солидное подразделение. Итак, в настоящее время идет тщательная подготовка к фестивалю, и его организаторы делают все возможное для того, чтобы с максимальной точностью воссоздать изображаемую ими эпоху и позволить зрителям увидеть своими глазами важнейшие для российской истории события.